Доверенность, требования к оформлению, сроки действия, порядок и последствия отмены. Я представляю гостя в студии, нотариус города Самары, президент Нотариальной палаты Самарской области Николаева Галина Юрьевна. Добрый вечер, Галина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, начинаем наш прямой эфир и мы работаем специально для вас, уважаемые телезрители, что вы имели возможность позвонить к нам сейчас в программу. Телефон вы видите на экранах, звоните и задавайте, пожалуйста, свои вопросы, если они у вас есть по доверенности, ну и, конечно, все нотариальные вопросы сегодня мы в программе принимаем. Галина Юрьевна, что такое доверенность и для чего необходим институт доверенности? Ну, прежде всего, доверенность – это документ, юридически значимый акт, посредством которого передаются полномочия от лица к поверенному. Этим документом человек уполномачивает, ну, юридическое лицо, либо гражданин, уполномачивает третье лицо на совершение от своего имени юридически значимых действий. Какие, Галина Юрьевна, действия? Действия могут быть всевозможные. На распоряжение имуществом, на распоряжение правами, на получение каких-либо документов, на подачу каких-либо заявлений. То есть совершенно различные – это на обеспечение от своего имени своего участия в гражданском обороте. Хорошо. А какой максимальный срок действия доверенности? Максимальный срок доверенности был 3 года. Этот ограничительный срок законодателям отменен. На сегодня доверенность действует, если в ней не указан срок, то в течение года, с момента, когда она была выдана, либо она выдается на срок, который желает вот этот срок указать лицо, от имени которого она совершается. Спасибо. Принимаем звонок. Звонки от телезрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите. Здравствуйте. Хочу дать доверенность на оформление наследства. Но вот там в состав наследства входят еще и вклады. Смогут ли по доверенности получить почитающие деньги? Спасибо. Доверенность на распоряжение денежными вкладами, на распоряжение счетом, с правом его закрытия, с правом открытия счета. Никаких проблем для совершения такой доверенности законодатель, ну как бы, ограничения не выстраивал. Поэтому необходимо, конечно же, эта доверенность в нотариальной форме должна быть совершена. Либо такая доверенность на распоряжение вклада может быть сделана непосредственно в кредитном учреждении, когда вклад уже открыт, либо при открытии счета сразу может быть сделана доверенность. А в остальных случаях она должна быть нотариальной. Спасибо. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны 202-11-22. Да, звоните к нам, пожалуйста, в студию. Задавайте свои вопросы. Говорим мы сегодня о доверенности. Галина Юрьевна, в каких случаях доверенность необходимо нотариально удостоверять? Ну, нотариально, прежде всего, необходимо в тех случаях, когда сделка требует нотариального удостоверения. Законодатель предусмотрел доверенность на государственную регистрацию прав либо сделок на государственную регистрацию прав. Доверенность безотзывная должна быть нотариально удостоверена. Доверенность в порядке передоверия должна быть удостоверена нотариально. И на распоряжение зарегистрированными правами, правами зарегистрированными в государственных реестрах. Спасибо. Неизвестно, что доверенности выдаются врачами, начальниками тюрем. А что это за доверенности? Такие доверенности начальниками учреждений, где лица отбывают наказание, удостоверяются начальниками этих учреждений. Эта доверенность является по требованиям законодательства к нотариально приравненной. Доверенности военнослужащих, которые удостоверяются начальниками воинских частей от имени военнослужащих, а в местах дислокации войск и от имени членов семьи этих военнослужащих также удостоверяются начальниками этих учреждений воинских частей. Доверенности несовершеннолетних, недееспособных в органах социальной защиты, это дома престарелых, дома инвалидов. Они также удостоверяются руководителями этих учреждений социальной защиты. До последних изменений гражданского кодекса доверенности удостоверяемые лечебными учреждениями, главными врачами, дежурными врачами были приравнены к нотариально удостоверенным. Сегодня нет. Сегодня такие доверенности удостоверяются главными врачами, дежурными врачами, но лишь только связанными с получением денег, либо с трудовыми отношениями. То есть здесь гражданам пугаться не нужно, если подписываются, соответственно, руководители учреждений, как вы сказали. Правильно я понимаю, Галина? Конечно. То есть они приравниваются к нотариальными. Спасибо вам большое. Мы продолжаем прямой эфир программы «Территория права». У нас есть звонок. Алло, говорите, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня дедушка парализовала по правой стороне. Доверенность хотела вызвать нотариуса, а он сам подписывать не может. Можно что-нибудь сделать или чего уже? Нет, ну в любом случае необходимо пригласить нотариуса для удостоверения такой доверенности на дому. И необходимо будет лицо, которое называется рукоприкладчиком, которое вместо вашего больного дедушки сможет по его просьбе, естественно. То есть в данном случае необходимо четко себе представлять. Вот эту просьбу о том, чтобы рукоприкладчик подписал документ вместо лица, который не способен самостоятельно расписаться, должно высказать не лицо, которое приглашает нотариуса, а именно лицо, от имени которого совершаться будет нотариальное действие. Вот по его просьбе таким лицом и будет подписана эта доверенность. Галина Юрьевна, маленький акцент хочется здесь расставить. Мы неоднократно в наших программах говорили о том, что если вот человек больной, то сначала устанавливается его дееспособность. Вот в данном случае, как пример для телезрителей. Ну, если у человека болит рука, то о дееспособности речи не... То есть потом это не оспорится в суде? Конечно, нет. Нет, оспаривать в суде пытаются очень много и все, что угодно. Другой вопрос, какие к этому основания для признания такого документа недействительного. Если человек сломал руку, он не может расписаться, либо человек после заболевания, который не дает ему возможность расписаться, но он совершенно отдает отчет ясным умеем и памяти, и он отдает отчет своим действием, то никаких проблем. Вот в данном случае нотариус и определяет, отвечает ли лицо на вопросы нотариуса. И нотариус делает вывод, осознает он совершаемое им действие, осознает ли он последствия совершаемых им действий. И вот если он не осознает, конечно, нотариус откажет совершение реального действия, и тут рекуперкладчик совершенно никакой роли не будет играть. Главное, чтобы лицо, от имени которого совершается документ, отдавало отчет своим действиям. Спасибо большое. Продолжаем общаться с телезрителями. Добрый вечер, мы вас внимательно слушаем. Алло. Говорите. Здравствуйте. Алло, алло. Да, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте. Вот у меня вот какой вопрос к вам. Будьте добры, скажите. Вот мы обратились к нотариусу, а нотариус сомневается в дееспособности нашей тетушки. Она после сына вступает в права на следование, так как они были прописаны в месте. Вы какой документ? Какой документ необходим от вашей тетушки удостоверить в нотариальной форме? Нам нужно было, чтобы она вступила в долю своего сына, так как у них раз в доме, и она вступает, как были прописаны в месте. Она в его долю имеет свою долю. Скажите, если нотариус, наша тетушка, она ухаживала в свое время за своим сыном, инвалидом первой группы, вот, и нотариус, у них возникли сомнения в дееспособности нашей тетушки. Как нам быть? А вы, я поняла вопрос ваш. В данном случае дееспособность вашей тетушки как наследницы не играет никакой роли. В любом случае у нас в наследнике являются и дееспособные, и не дееспособные. Другой вопрос, кто оформит заявление от нее. Вот если возникло сомнение у нотариуса, что она не понимает, о чем речь, а другой вопрос, что тогда она должна быть признана недееспособной. Если она не признана недееспособной, то до тех пор человек является дееспособным, пока он не признан недееспособным. Вот, но нотариус вправе отказать до выяснения, действительно дееспособность в данном уже случае получится в судебном порядке. Вот, но от того, что она проживала совместно с наследодателем на день смерти, она не является пропустившей срок, она является уже собственницей этого наследственного имущества. Поэтому ее долю никто не унаследует, кроме нее, она считается принявшей наследство. Поэтому в данном случае волноваться нечего. Но для более подробной подойдите все-таки с документами, можете в нотариальную палату подойти, на консультацию мы запросим сведения от нотариуса. Если она выходила на дом, то какие у нее сомнения возникли, либо какой она документ оформила, либо, если заведено наследственное дело, и справка о проживающих совместно с наследодателем уже будет свидетельствовать о том, что имеется наследник, принявший наследство. Вот это как раз тетушка. Поэтому на ее наследственные права ничто не может и не должно повлиять. Спасибо большое, Галина Георгиевна, за ответ. Телефоны с сайта нотариальной палаты периодически появляются на ваших экранах. Звоните, можете позвонить, проконсультироваться, как сказала Галина Георгиевна. Непосредственно нотариальную палату Самарской области, знаете, вам всегда помогут и ответят на ваши вопросы. Продолжаем разговор и продолжаем прямой эфир. Телефон увидите на экранах. Дозванивайтесь, пожалуйста, Галина Георгиевна. Возможно ли выдать доверенность от имени нескольких доверителей или на нескольких представителей? Законодатель не ограничивает право нескольких лиц выдать единую доверенность. Также не ограничивает и право одного лица выдать на несколько лиц. Но в доверенность должно быть указано, как доверенность выдается. Либо они совместно должны действовать, либо каждый имеет права по этой доверенности равны. Но нужно четко себе представлять, если доверенность выдана совместно несколькими лицами, то отмена ее хотя бы одним лицом будет отменять всю доверенность. Поэтому вот эти доверенности очень неудобны. Нотариусы всегда разъясняют. А случаев очень много. Не договорились между собой о той же цене, о тех же правах, о тех же каких-то иных условиях лица, выдавшие доверенность. Да, вы сэкономите сегодня на тарифе. Но завтра вот это вот обратным совершенно бумерангом может сыграть на ваших интересах. И очень серьезно. Когда уже сделка будет готова к совершению, одно из лиц, один из выдавших доверенность, вправе ее отменить. Галина Георгиевна, правильно ли я вас поняла, что, допустим, выдали доверенность на нескольких человек. И вот один человек может поступить недобросовестно, пойти из-за других эту сделку на себя оформить? Нет. Несколько лиц выдают на совершение. Например, сособственники выдают доверенность одному лицу на продажу, принадлежащей им недвижимого имущества. У всех по одной двадцатой доле. Поэтому они выдали, или это лицо действует от их имени, а он от их имени продает. Если же они выдали на покупку, то опять-таки на их имя он только должен приобрести. Поэтому там четко прописаны полномочия в доверенности, и такого, чтобы он сыграл в своих интересах. Лицо, поверенное, не может участвовать и за себя, и в отношении себя, и за, вернее, уполномоченное лицо не может за поверенного и в отношении себя лично совершить действие. Хорошо, тогда какие подводные камни у этого вопроса? Подводные камни, я уже сказала, что при отмене одним лицом доверенности отменяется вся доверенность. Вся доверенность. Спасибо. Принимаем звонок. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, вот. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела задать вопрос. Я вот являюсь хозяйкой трехкомнатной квартиры. Вот. У меня два сына прописаны. Мы уже не поможем, в деле, квартиру, они только вписаны. А квартира приватизирована у вас? Угу. Сорвалась Ивану Галиниевну. Если квартира приватизирована только вот на телезрительницу, как она задает вопрос, а сыновья просто имеют право... Прописано. ...пользоваться этим жилым помещением, проживать в ней, то у них нет прав при жизни собственника на это имущество. Что касается наследования, то при наступлении, при открытии наследства, они как сыновья, если не будет завещаний, которые их лишат права на наследство, они будут иметь право. А если их только двое, то в равных долях каждое. Если завещание, то в соответствии с этим завещанием. Что касается, если они отказались от приватизации, но имели на нее право на эту квартиру, то собственник не в праве их лишить права пользования этим жилым помещением. Вот это единственное исключение, касаемое, когда лица отказываются от приватизации, имевшие на момент приватизации это право. Спасибо. Послушаем еще звонок. Алло, говорите, добрый вечер. Пожалуйста, формулируйте вопрос заранее. Скажите, пожалуйста, на какой срок вы даете доверенность? Спасибо. Ну, на какой срок, который вы определите? Насколько вам удобно? Другое, можно на 20 лет, на 30, на 40, как хотите. А от Галины Юрьевны, ну неужели на 3 дня можно выдать доверенность? Можно на один день ее выдать. Можно выдать ее разовую доверенность, выдать на совершение определенного действия. Можно вот только на сегодня. И так далее. Это все решает лицо, которое ее выдает. Но когда выдают доверенность на такой большой срок, при этом люди считают, что они сэкономили свои деньги. Но опять-таки они заботятся о своих правах. Завтра изменились отношения между лицом выдавшим и лицом, на которого она выдана. И необходимо будет, конечно же, ее отменить. И не всегда есть возможность ее срочно отменить. Почему? А до тех пор. Лицо находится в таком состоянии, что не способен самостоятельно это сделать. Либо это болезнь, либо это длительная какая-то командировка, откуда невозможно сделать. Либо это, как ни прискорбно, различные совершенно события, жизненные ситуации и так далее. Поэтому мы никогда не советуем выдавать на такой большой срок такие доверенности. Есть всегда возможность, ну, выдайте на три года. Через три года пришли, выдали другую доверенность. Во-первых, меняются отношения между людьми. И вот повергать себя в процедуру отмены доверенности, она более длительная, чем выдача доверенности. Поэтому я бы не советовала. Спасибо. Слушаем следующий звонок. Алло, говорите, добрый вечер, пожалуйста. Алло. Сорвался звонок, дозванивайтесь. Если вдруг линия занята, набирайте снова и обязательно попадете в прямой эфир программы «Территория права». Галина Юрьевна, расскажите, пожалуйста, поподробнее про такой удобный вид доверенности, как генеральная. В каких случаях она выдается и существуют ли какие-то ограничения для ее выдачи? Ну, такого термина «генеральная доверенность» законодатель не знает. Вот это все придумано совершенно теми лицами, которые не имеют к нотариату никакого отношения. Это юристы, которые помогали очень долгое время. Ну, это было одним их профессиональных заработков. Они составляли документы. Но когда-то этот документ приносился к нотариусу, конечно же, он требовал корректив. Вот поэтому, учитывая, что у нотариуса вы получаете не только проставление печати и подпись нотариуса, вы получаете квалифицированно составленный документ. Поэтому мы никогда не советуем составить документы и прийти с ним. Другой вопрос, что вы можете, у каждого есть право посоветоваться своим и юристам, которым вы доверяете, и попросить включить в эту доверенность те полномочия, которые вы посчитали нужным. Нотариус, оценив их с позиции закона, с позиции исполнимости этих поручений, этих полномочий, нотариус, конечно, не вправе отказать вам в этом. Но по форме, по виду, по содержанию доверенности, конечно же, это ответственность нотариуса. Доверьте ее нотариусу, да? Конечно. И вот это вот слово «генеральная доверенность», конечно, можно. Она предполагает, как бы туда вот некогда кем-то было включено все, что можно и нельзя. Начиная от получения почтовой корреспонденции, заканчивая распоряжением всем принадлежащим имуществом, движим-недвижимым. Более того, вот в эти формы доверенности были включены и подарить имущество. Хотя подарить нельзя без указания, кому подарить. Такая доверенность будет ничтожна. Вот много что было туда включено, и нотариус постоянно их корректирует. И зарегистрировать права, и получить документы, и подавать различного рода заявления. Но вот такую доверенность выдавать лицу постороннему совершенно, конечно, неразумно. Оправить чего. Совершенно неразумно. Поэтому вот такие доверенности имеют в основном ход между людьми, которые находятся в очень близких доверительных отношениях. Вообще само слово «доверенность» — это доверие. Доверить. Что такое? Кому можно доверить? Кому доверяешь? Не просто лицу, которое тебе обязался за энную сумму денег произвести за тебя какие-то действия. А лицу, которому, конечно же, ты доверяешь. Поэтому выдавая доверие, нужно четко себе представлять, что это полка о двух концах. Спасибо. Есть звонок. Говорите «добрый вечер». Слушаем вас. Здравствуйте. Вот у нас беременная мыть умерла? Нет. И это. Вот наследство можно оформить здесь, в Самаре? Обязательно ехать надо в деревню. А в каком районе? Да, только в Челновершинах. То есть наследство без границ. У нас действительно с 1 января наследство без границ действует, но на территории того округа, который совпадает с местом открытия наследства. Вот если бы в городе Самаре, то в любом районе. Тогда у любого самарского нотариуса. Если в Челновершинах, то только в Челновершинах. Там, где наследодатель проживал на день своей смерти. Галина Юрьевна, скажите, правильно ли я поняла, что желательно в доверенности указывать конкретные полномочия, например, на прописку в жилом помещении или предоставление интересов ребенка? Ну, на прописку в жилом помещении доверенность выдана быть не может. Так. Поскольку регистрационные действия по месту жительства осуществляются в заявительном порядке, необходимо подать соответствующее заявление либо непосредственно миграционной службе, либо, если невозможно явиться лично, то пригласить нотариуса, и нотариус засвидетельствует подлинность подписи на таком заявлении уже непосредственно, где находится человек, не способный явиться лично. Что касается второй части вопроса. Указывать конкретные полномочия. Прописку вы сказали, нельзя предоставление интересов ребенка, к примеру. Представлять интересы ребенка по доверенности тоже невозможно. Это лично, это интересы, являются права и обязанности, связанные с личностью лица. И вот родители должны лично осуществлять и доверить кому-то ребенка и его интересы, они не вправе. Если касается речи о дать согласие на выезд, на сопровождение ребенка, то это согласие, а не доверенность. Очень часто приходят и туристические фирмы говорят, нам нужна доверенность. И вот стоит папа или мама и требует, нет, мне в турфирме сказали дать доверенность. Мы разъясняем, что доверить можно ему права, имущественные, неимущественные, на осуществление, распоряжаться этими правами. Ребенок – это не имущество. Поэтому довериться вот таким вот полномочиям законодатель не предполагает. Спасибо. Послушаем звонок. Алло, говорите, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я включила, что шла передача, да, а вот я не знаю, какая я делаю тему. У меня вот вопрос такой, можно я задать? Здавайте. А на сопрительной части пенсии. Вот мне 62 года, я 63-го года. С 96-го я бываю индивидуальным пенсионным унимателем. Могу ли я получить на сопрительную часть? К сожалению, не мой совершенно вопрос. Нотариусы не занимаются пенсионными вопросами. Даже если бы я знала, я, ну, как бы, неэтично, это вопрос пенсионного фонда. Поэтому вам, конечно, лучше задать вопрос. Вы можете письменно обратиться в Нотариальный палат, мы вам разъясним, исходя из требований действующего законодательства. Либо обратиться, я не знаю, дают ли разъяснение вот такие пенсионные пенсионные фонды. Но обратиться, по-моему, за консультацией, никаких проблем нет. Пенсионный фонд того района, где вы проживаете. Где проживаете, на ректор работе горячей линии. Спасибо, извините. Галина Юрьевна, если заявитель не может лично подать заявление, подписать, ну, вследствие болезни, например. Вот я говорю, нотариус засвидетельствует подлинность подписи на таком заявлении. Хорошо. Какие еще полномочия не могут быть переданы по доверенности? Ну, вот те полномочия, которые связаны, имеют личностный характер. Нельзя по доверенности довериться, оформить завещание. Естественно, завещание – это распоряжение имуществом на случай смерти. Поэтому это личный очень акт. И, более того, тайна завещания храняется законодателем до смерти наследодателя. И даже следственный орган не вправе запросить сведения о завещаниях. Хотя очень часто пытаются. Но пока наследодатель является живой по этому завещанию, никому тайна завещания раскрыта быть не может. Это вот совершенно личный документ. По доверенности его оформить нельзя. Нельзя оформить по доверенности брачный договор. Несмотря на то, что разные мнения среди ученых существуют. Одна часть говорит, что если в договоре поручение указать все условия брачного договора, то можно. Другая часть ученых стоит на своем, что нет. Это совершенно личный документ. Поскольку при согласовании условий брачного договора, при его подписании, могут измениться какие-то обстоятельства, могут измениться какие-то условия, могут измениться намерения сторон и так далее. Поэтому вот такие документы нельзя оформлять по доверенности. Спасибо. Принимаем звонок. Алло, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Я судовод, пенсионер уже. Скажите мне, вот мы купили дачу, грубо говоря, уже 15 лет назад. Ну все, охотите, охотите. Сейчас мы узнаем, что хозяин умер. К дитям я пошел, они говорят, мы не имеем права никакого, ничего, не наследство, ничего не оформляют они. Говорят, как хочешь, так и оформляйте. Как быть у нас в таком случае? Спасибо. Ну если 15 лет назад, то, во-первых, уже приобретательная давность, уже здесь у нас 15 лет, это как раз есть норма приобретательной давности, что человек пользовался, имел, на правах собственности пользовался имуществом в течение 15 лет. Если дети не хотят, конечно, в любом случае их в суд пригласят. Я так думаю, что в суде же необходимо доказать это право. Но самый простой вариант, конечно, если дети оформят наследство и передадут собственность как положено. Поскольку если, нужно еще и смотреть правовые документы, какими документами. Очень часто, вот, кстати, по доверенности, доверенность получали на распоряжение имуществом, отдавали деньги и считали, что они собственники. Очень часто продавались как раз дачи, гаражи, ну я уже не говорю о транспортных средствах, да, о другом движимом имуществе и вот даже недвижимое имущество. Таким образом, очень много было раньше оформлений, люди экономили. Лучше вот я вот на задоверенность отдам совсем чуть-чуть и буду пользоваться. А потом когда-нибудь оформлю. Вот потом когда-нибудь возникают вот такие вот случаи. В данном случае, если вот наследники откажутся оформлять, то, конечно, в судебном порядке придется устанавливать право собственности на это имущество. Спасибо. Послушаем еще звонок покороче. Пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. Говорите. Здравствуйте, пожалуйста. У меня с мужем был составлен брачный договор на собственность квартиры. Но квартиры была продана. И теперь она сейчас дознает собственность. Какой-то недополнение или новый брачный договор вставляет. Спасибо. Вы можете либо в соглашении об изменении условий этого договора и включить туда замену предмета, либо вы можете, потому что предмет в любом случае это личная собственность. Вот эта квартира не является предметом в брачном договоре. В данном договоре являются имущественные права супругов на имущество. Либо составить новый брачный договор, поскольку там того имущества уже нет. И если брачным договором как раз и определялся режим собственности только на эту квартиру и больше ничего. Нужно видеть, конечно, брачный договор. Можете прийти на консультацию, нотариальную палату, предъявить этот брачный договор, либо к любому нотариусу, чтобы посмотреть, если условия договора не о чем больше, а только вот об этой квартире, то можно составить новый брачный договор. Если же там имеется ряд других условий еще в отношении имущественных прав, либо имущества супругов нажитых в браке, либо в будущем, который будет нажито, то лучше, конечно, делать дополнительное соглашение. Спасибо. Слушаем еще одного телезрителя. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Алло. Добрый вечер. Вы говорили по поводу срока доверенности. А стоимость, она зависит как-то от срока? Нет, стоимость не зависит от срока доверенности. А стоимость зависит от количества лиц ее выдающих. Если выдают доверенность совместно пять человек, то тариф будет, естественно, от пяти человек посчитан. Галина Юрьевна, что такое передоверие и сколько передоверий можно сделать по одной доверенности? Передоверие – это передача полномочий лицом, на имя которого выдана доверенность. Он передает свои полномочия иному лицу, но об этом должно быть оговорено в доверенности в основной. Что доверенность выдана справа передоверия. И вот сколько с последующим передоверием, это тоже должно быть уговорено в доверенности. Хотя законодатель сегодня не ограничивает количество передоверий. Более того, лицо, передавшее свои полномочия, если об этом не говорится в основной доверенности, не утрачивает права по этой доверенности. Поэтому вот опять-таки выдавать доверенность с правом передоверия лицу, с которым вы не связаны доверительными отношениями, тоже не есть хорошо. Да, потому что неизвестно, кому он их передоверит. Спасибо. Послушаем телезрители. Алло, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Здравствуйте. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот слушаю от юриста такое... Понятие. ...что доверенность бывает с отчуждением. Что это такое? Спасибо. Ну, доверенность. Если вы даете доверенность на пользование, например, транспортным средством с правом ее отчуждения, его отчуждения. Вот больше ничего отчуждать по доверенности невозможно. За исключением имущества принадлежащего лицу, который выдал эту доверенность. Поэтому это, как правило, так же дается на квартиру. Вот, как я уже говорила, очень опрометчиво выдается доверенность на пользование этим жилым помещением, там, в принадлежащей квартире, с правом его отчуждения. Тоже вот такие доверенности очень чреват своими последствиями, особенно с правом передоверия. Галина Юрьевна, последний вопрос успею задать с минуты до конца. Каким способом происходит отмена доверенности? Ну, отмена доверенности, если... Два способа есть. Если это юридические лица, это один способ отмены доверенности. Если они в простой письменной форме, в любом случае... Она публикуется, например, в Коммерсанте, там же, где публикуется объявление о банкротстве, вот там опубликуется об отмене доверенности выданной. Если доверенность была выдана нотариально, то нотариальная отмена и требуется. Удостоверяется нотариусом распоряжение об отмене доверенности. И для тех, и для других лиц, и для юридических, и для физических, лицо, которое отменило доверенность, обязано известить лицо, которому она была выдана. Иначе, до тех пор, пока не извещен, его действия считаются правомерными. Ну что ж, спасибо вам большое. Тема нашей программы была о доверенности. Галина Юрьевна, тема очень интересная. Звонков от телезрителей было много. Я думаю, что обязательно вернемся еще к этой теме. Спасибо вам большое за участие в программе. Ана Николаева Галина Юрьевна, президент Нотариальной палаты Самарской области, гость программы «Территория права». Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok